Действительно, более 6 тысяч избирательных участков по всей стране закрылись чуть более получаса. Назад ровно в 8 часов голосование таким образом завершено, и президентская кампания выходит на финишную прямую. Территориальная комиссия уже приступила к подсчету голосов. Сперва печати снимают с урн для досрочного голосования, их подсчитывают и формируют в отдельный список. И лишь затем наступает очередь бюллетеней основного дня выборов. После того, как все голоса будут подсчитаны, комиссия оформит соответствующий акт. С итоговыми цифрами по участку. Документ вместе с вновь опечатанными бюллетенями на спецтранспорте в сопровождении милиции доставят в районную комиссию. Там голоса суммируют и передадут дальше в комиссию областную. Аккумулированные данные со всех городов и районов региона затем поступают в Центр избирком. И уже в ЦИКе станут известны окончательные цифры. На каждом из этих этапов подсчета бюллетеней работает около 37 тысяч национальных и более 900 иностранных наблюдателей. Сейчас для них наступила самая горячая и ответственная пора, но по ходу голосования существенных нарушений по предварительным данным не фиксировалось. Были международные наблюдатели, они пришли даже еще чуточку раньше, чем начало работы участковой комиссии. Ну и все объяснили, они посмотрели, какие урны, как готовы, какая наглядность есть, какие вывешены плакаты и прочее. Ушли без всяких замечаний и, по-моему, с нормальным настроением. Напомню, в списках избирателей почти 7 миллионов граждан, впрочем, в Центр избиркоме сегодня несколько раз подчеркивали эта цифра, количество выданных бюллетеней. Сколько из них будет учтено и в пользу какого из четырех кандидатов в президенты сделали выбор белорусы, предварительные данные будут известны, вероятно, ближе к утру.